Доброе утро! В эфире CBC и CBC FM новости. Меня зовут Руфат Халапов. В начале информационного выпуска некоторые из главных тем к этому часу. Ракетная атака Ирана по Израилю завершена. Израильские военные разрешили населению страны покинуть убежище. В ходе обстрела Тегеран выписал по израильской территории около 400 снарядов. Одной из целей атаки стал город Тель-Авив. Белый дом заявил, что атака Ирана на Израиль оказалась неэффективной и была отбита силами ПВО Израиля при поддержке Соединенных Штатов. Заявление помощника государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дафн Ренда о том, что США продолжают рассматривать предполагаемые нарушения международного гуманитарного права и прав человека в Карабахе вызывает удивление. Об этом сообщил пресс-секретарь МИДа Азербайджана Альхангаджизаде. Доходы от эксплуатации Суэцкого канала резко сократились из-за растущей геополитической напряженности. Маршрут является ключевым источником валютных поступлений для Египта и по оценке экономистов финансовые потери за последние 8 месяцев достигли критического уровня. По самым оптимистичным прогнозам, по итогам года потери составят 25% и египетские власти опасаются ухудшения ситуации. 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабные провокации армянских вооруженных сил вдоль линии фронта Азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию. На шестой день войны армии страны удалось освободить стратегические высоты на Агдыринском направлении. Военные силы Азербайджана удалось сломить сопротивление противника и заставить его отступить. Также 2 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу Аль-Джазира. 2 октября 2020 года Азербайджан продолжал контрнаступательную операцию «Железный кулак», освобождая исконные земли от 30-летней армянской оккупации. Военные действия успешно продолжались по всем направлениям фронта. Как сообщало Министерство обороны Азербайджана, к тому времени на Агдыринском направлении были освобождены стратегические высоты. На Джабраил-Физулинском направлении азербайджанские войска сломили сопротивление противника и заставили его отступить. В направлении горы Муров оперативная обстановка также была взята под контроль. В ходе военных операций было уничтожено 5 единиц бронетехники и автомобилей, 3 объекта военной инфраструктуры и большое количество личного состава. Помимо этого, азербайджанские подразделения вывели из строя технику, доставляющую боеприпасы на опорные пункты. Также 2 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Аль-Джазира», где заявил, что Армения не хочет мира, а минская группа ОБСЕ на протяжении 28 лет не предприняла никаких шагов для поиска путей решений. «Они хотят навсегда оставить наши земли под оккупацией. Они не хотят изменить статус-кво, и это причина того, что конфликт длится так долго. Если бы Армения проявила волю и вела себя в соответствии с резолюциями основных международных организаций, то конфликт был бы решен много лет назад. Потому что, когда в 1993 году Армения оккупировала часть наших земель, Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие немедленного, полного и безоговорочного вывода войск с наших территорий. Однако эти резолюции остаются на бумаге. С целью посредничества для поиска путей решения уже 28 лет действует минская группа, но никакого результата нет». «Ильхам Алиев подчёркивает, что позиция у Азербайджана остаётся неизменной и полностью соответствует международному праву. Армения же должна следовать резолюциям Совета Безопасности ООН». «Мои требования полностью соответствуют международному праву, потому что весь мир признаёт территориальную целостность Азербайджана, и ни одна страна мира не признаёт Нагорно-Карабахскую республику. Мои слова, можно сказать, являются текстом резолюции Совета Безопасности ООН. Они должны покинуть наши территории, и только после этого война остановятся, конфликту будет положен конец». Тем временем, по сообщению Министерства обороны азербайджанской армии, было перехвачено боевое знамя 193-го десантно-штурмового полка Вооружённых сил Армении. Военным силам Азербайджана удалось обнаружить большое количество принадлежащей противнику техники. В том числе в военных машинах марки «Урал» были найдены боеприпасы, одежда и снаряжение солдат. «По словам самих военнослужащих, а также мы сами можем это заметить, многие из армянских военнослужащих убегали, спасались бегством, бросая свои вещи, свою технику прямо в этих машинах. Вот мы сейчас можем это увидеть. Здесь остались личные вещи армянских военнослужащих. Вот здесь это наглядно видно». При этом, как сообщали в Министерстве обороны Азербайджана, большинство техники противника находилось в рабочем состоянии. Заявление помощника государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дафны Рент, сделанное 1 октября на Варшавской конференции по человеческому измерению о том, что США продолжают рассматривать предполагаемые нарушения международного гуманитарного права и прав человека в Нагорном Карабахе, вызывает удивление. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Альхангаджизаде. Он также добавил, что несмотря на масштабные преступления против человечности, совершенные Арменией в ходе военной оккупации азербайджанских территорий и массовые убийства азербайджанцев, американская сторона только сейчас говорит о важности устранения нарушений международного гуманитарного права. США на протяжении почти 30 лет закрывали глаза на преступления Армении. Если американская сторона хочет продемонстрировать беспристрастность и справедливую позицию, она должна в первую очередь потребовать расследования многочисленных преступлений, совершенных Арменией и привлечения виновных к ответственности перед законом. В противном случае это не что иное, как односторонние заявления, сделанные в результате армянской пропаганды, направленные на то, чтобы запутать международное сообщество и отвлечь внимание от грубого нарушения основных прав человека и свобод сотен тысяч азербайджанцев во время агрессии Армении, заявил Айхангаджизаде. На фоне наземной операции в Ливане и ликвидации лидера Хезбаллы Хасаны Насраллы отношения между Израилем и Ираном достигли пика своей напряженности. Накануне вечером Тегеран совершил массированную ракетную атаку на Израиль по Тель-Авиву и другим городам было выпущено около 500 ракет. Иран сообщил, что уничтожил несколько военных объектов на всей территории Израиля. Что происходило вчера на Ближнем Востоке, подробнее в следующем материале. Вместе за Хасана Насраллу и Исмаила Хани. Именно так прокомментировал Иран свои атаки по Израилю. Накануне вооруженные силы этой страны выпустили более 400 ракет по территории Израиля. По данным Цахал, многие из них были перехвачены. Около 10 миллионов мирных жителей, которые стали свидетелями иранских снарядов, экстренно последовали в бомбоубежище. Сообщается о многочисленных местах попадания осколков или ракет в Тель-Авиве, недалеко от Мёртвого моря, на юге и в районе Шарон, а также в других городах. Позже власти заявили, что в результате ракетной атаки никто не пострадал. Основываясь на нашем законном праве и с целью поддержания мира и безопасности Ирана и региона, был дан решительный ответ на агрессию сионистского режима. Это действие было нацелено на защиту интересов и граждан Ирана. Нетаньяху должен знать, что Иран не подстрекатель войны. Иран решительно настроен противостоять любой угрозе. Нанесенный ракетный удар не предел военных возможностей Тегерана. Это была только часть нашей силы. Не вступайте в конфликт с Ираном. Сразу после удара в Ирана власти Израиля, а также представители военного блока страны выступили с заявлениями. Премьер-министр Израиля Бенимини Таняху назвал данный удар большой ошибкой Тегерана и анонсировал ответ уже вскоре. В свою очередь представитель Цахал Даниэль Хагари заявил о перехвате большинства иранских ракет, пригрозив Тегерану ответом. По его словам, атака была серьезной и будет иметь последствия для Ирана. Тем временем в Ксир предупредили, что в случае ответных действий Израиль столкнется с еще более сокрушительными атаками. «Иран совершил большую ошибку сегодня вечером. И он за это заплатит. Режим в Иране не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отомстить нашим врагам. Синвар и Дейв не поняли этого. Насрала или Мохсен не поняли этого. Видимо, в Тегеране есть те, кто тоже этого не понимает. Они поймут. Мы будем придерживаться установленного нами правила. Кто бы на нас не нападал, мы нападем на него». Главный союзник Израиля с США также осудили ракетную атаку Ирана. Однако подчеркнули, что она по большей части была успешно отражена. Соединенные Штаты предупредили Иран на серьезных последствиях, которые могут последовать за масштабной ракетной атакой. Президент Джо Байден, выразив твердую поддержку Израилю со стороны США, назвал атаку Ирана неэффективной. Он сообщил, что администрация обсуждает возможные меры, которые предпримет Израиль, добавив, что он планирует переговоры с премьер-министром Нитаняху. Мировая реакция на иранские обстрелы Израиля не заставила себя ждать долго. Нападение осудили в ряде стран и международных организаций. В США заявили, что у этого нападения будут серьезные последствия. А кандидат в президент от республиканцев Дональд Трамп назвал ракетную атаку на Израиль войной. По словам госдепа США Энтони Блинкина, атака Ирана на Израиль была абсолютно неприемлемой, и такие действия Тегерана должно судить весь мир. Экс-президент США и нынешний кандидат на высший государственный пост от республиканцев Дональд Трамп, в свою очередь, назвал ракетные удары по Израилю войной, которые можно было предотвратить. По словам политика, ударов можно было бы избежать, если бы он был действующим американским лидером. Тем временем, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден и вице-президент Камала Харрис следили за ситуацией, и Штаты будут работать с израильтянами над тяжкими последствиями за эту атаку. «Ответ будет опираться на переговоры и консультации с нашими израильскими коллегами. Слишком рано мне давать ответ, стоя тут перед вами. Мы ясно дали понять, что у этого нападения будут последствия, тяжкие последствия. И мы будем работать с израильтянами, чтобы так оно и было». Нападение на Израиль осудили и представители международных организаций. Председатель Евросовета Шарль Мишель и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудили атаку Ирана на Израиль. По словам Мишеля, региональная война не отвечает ничьим интересам. ЕС готов поддержать усилия по деэскалации и защите гражданских жизней. И смертоносная эскалационная спираль на Ближнем Востоке должна прекратиться. Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что Евросоюз по-прежнему полностью привержен предотвращению региональной войны. Ракетные обстрелы осудил также генсек ООН Антонио Гутерриш, который призвал положить конец конфликту. Восемь человек погибли и еще около 17 пострадали в результате стрельбы в Тель-Авиве. Согласно информации правоохранительных органов, инцидент произошел в Яфо, южном районе города со смешанным еврейско-арабским населением. По данным полиции, двое террористов вошли в вагон метротрамвая, который остановился на станции и открыли огонь по пассажирам, после чего двинулись по Иерусалимскому бульвару, стреляя и нанося ножевые удары по прохожим. Затем стало известно, что полиции удалось нейтрализовать нападавших. Ну а более подробно о ситуации на Ближнем Востоке мы поговорим с гостем на прямой связи со студией главный редактор лучшего радио Израиля Цви Зильбер. Господин Зильбер, здравствуйте, доброе утро. Ну вот мы уже знаем о том, что Израиль заявил... Доброе утро, шалом. Да, вот мы уже знаем, что Израиль... Да, я просто хотел всех, кто в теме, поздравить Шана-Това. Сегодня начинается еврейский Новый год, один из главных иудейских праздников, поэтому всех, кто в теме, я хочу поздравиться. Мы вас тоже поздравляем с Рош-Хашаной и хотим вот задать вопрос о вчерашнем происшествии, об острелах, которые там было более 500 ракет, которые нанесли удары по Тель-Авиву и другим городам Израиля. И вот отсюда уже получается, что Израиль даст ответ. И вот возникает вопрос, какие последствия ожидает Иран? По официальным данным, которые были опубликованы пресс-службой ЦАЛ, ракет было 187. Все-таки не 500. И, ну, по крайней мере, это то, что я слышал вчера вечером. И сегодня я как бы не видел, чтобы это кто-то скорректировал. Теперь по поводу вчерашней атаки, да, это действовало на нервы, и мы сидели в бомбоубежище где-то, наверное, минут 40, пока не дали отбой. И слышались всякие там бухи и разрывы, но мы в Израиле пуганы. Факт остается фактом, что нет пострадавших, за исключением троих человек, которые получили осколочные, легкие осколочные ранения. Как сообщила пресс-служба израильской армии, считанные единичные падения из всего этого количества ракет, большинство были сбиты. И израильская авиация, и израильским ПВО, и американцы с англичанами, которые находятся в Персидском заливе, помогали нам в своей авиации. Несколько американских эскадрильей принимали в этом участие. И что больше всего меня радует, это Иордания. Иордания сбивала в своем воздушном пространстве иранские ракеты. Так что можно сказать, Иран, конечно, сразу заявил, Иран же... Ну, вы понимаете, что эта ракета, это прежде всего гибридная война, это прежде всего пиар-акция, большая пиар-акция, потому что вот с точки зрения израильтянина теракт в Яфу, это гораздо опаснее и психологически, и физически гораздо опаснее, чем ракетный удар из Ирана, потому что, ну, в результате теракта, который, ну, практически невозможно предотвратить такой теракт, когда двое нелегалов достают оружие и просто на улице открывают огонь по людям. Это жуть просто, это совершенно невозможно предотвратить, и это восемь погибших, это большая для нас трагедия. А в результате ракетного удара из Ирана, знаменитого удара возмездия, у нас нет жертв, за исключением палестинца из Ерихона, с палестинских территорий, который погиб из-за падения осколков противоракеты. Вот такая ирония судьбы, стреляли по Израиле, убили одного палестинца. Да, ну, что я хотел бы отметить по этому поводу. Иран действительно так рассчитал, чтобы вроде бы не потерять лицо, что вот, дескать, Иран ответил за ликвидацию Хани и за ликвидацию Насралы, они же прямо так и заявили, что все, мы рассчитались, теперь мы в расчете, и пусть теперь Израиль не отвечает. Но сегодня Израиль не в том положении, которое было в апреле, потому что через месяц небольшим состоятся американские выборы. И то, что сделал Иран, он фактически выстрелил себе в ногу, потому что он очень сильно помогает Дональду Трампу. А в Иране как раз таки хотят, чтобы победила Харрис, потому что, ну, Дональд Трамп сказал очень просто, что кто нападает на Израиль, кто нападает на американских солдат, будет убит. И в прошлом американцы знают, что это имеет подтверждение, потому что в прошлом именно американцы, именно Дональд Трамп ликвидировал Касама Сулеймани, что было воспринято Ираном как очень-очень серьезный удар, потому что, ну, Касам Сулеймани фактически это было второе лицо в Иране и глава всего Ксира. И, соответственно, Джо Байден сегодня не в том положении вместе с Камалой Харрис, чтобы как-то сдерживать Израиль. Именно поэтому, я думаю, лишь всего две недели назад началась операция Израиля против Ливана. Началась, ну, я имею в виду, прям вот сначала Пейджеры и потом наземная операция, ликвидация всей верхушки Хизбаллы, тоже именно потому, что Байден и Харрис уже не сдерживают Израиль, и Израиль может показать, что действительно мы психанули, и мы готовы совершить те действия, которые в апреле, когда Иран уже совершал такую ракетно-дроновую атаку, мы больше терпеть не будем. Потому что, если вы помните, тогда в апреле Израиль ответил как-то очень невнятно. Он послал беспилотник, и был разбит некий радар. Нам потом сказали, что это какой-то очень важный радар, но не важно. В Израиле это восприняли как трусы с Нетаньяу, и его рейтинги сильно упали после этого. Поэтому сейчас, когда Нетаньяу на подъеме, когда Нетаньяу во всем Ближнем Востоке представляют как некого такого льва-защитника Израиля, который наносит страшные удары, смертельные удары своим врагам, вот на этом драйве израильский ответ не может быть таким маленьким пуком. И пресс-служба ЦАЛа заявила, что ответ будет немедленный, что вот прямо этой ночью, правда, еще пока мы никакой информации не имеем, что кто-то куда-то летал, и кто-то что-то бомбил. Но посмотрим, какое будет развитие событий. Я все-таки думаю, что ответ будет более существенный, чем это было в апреле месяце. И именно потому, что сегодня американцы не сдерживают, и даже как раз-таки наоборот, Байден будет помогать Израилю. Именно потому, что сегодня идет предвыборная борьба, и невнятность политики Соединенных Штатов дает, в общем-то, карты в руки Дональду Трампу, который тут же будет говорить, что вот, посмотрите, эта политика Байдена Харрис привела к Третьей мировой войне и к такой эскалации. Если бы я был президентом, как он обычно говорит, то Хамас не напал бы на Израиль. Ну и, в общем-то, мы сегодня можем провести действительно прямую связь между бегством из Афганистана и всеми войнами, которые начались сразу после этого. Потому что, ну, то, что произошло, все считали в мире как слабость Америки, как то, что Америка не готова ни с кем воевать, Америка не хочет быть мировым шерифом, и, собственно говоря, после этого мы погрузились в какую-то такую, какую-то такую бесконечную войну и в Европе, и здесь, на Ближнем Востоке. К сожалению, из этого пока никакого выхода не видно. Но израильские решительные действия против одного из главных щупалец иранского спрута, в общем-то, сегодня воодушевили очень многих в мире. И на Западе все громче слышны голоса о том, что Запад должен этому противостоять, должен противостоять радикальному исламу, должен противостоять экстремистам, террористам и распространению иранской исламской революции. И, в общем-то, Израиль сегодня делает ту работу, которую должны были делать, наверное, американцы и другие западные страны, которые декларируют приверженность идеалам демократии и свободы прав человека. Так что израильский ответ, военный ответ, несомненно, будет. Никак это не повлияло на боевые действия в Ливане или в секторе газа. Там все продолжается в прежнем составе. Ну, а что касается заявления Пазашкиана, то не верьте в его улыбки и в его такие миролюбивые заявления. Это камуфляж той же самой политики, которую проводит Али Хаминеи, потому что Пазашкиан ничего там реально не решает. Израиль с Ираном всегда находится в состоянии войны. Еще с первого дня исламской революции, 79-го года. Давайте не забывать, что Иран внес в свою конституцию пункт о том, что одна из целей Исламской республики – это уничтожение Израиля. Это вообще беспрецедентно. Ну, представьте себе, что там, ну, не знаю кто, условно Армения внесла бы в свою конституцию пункт, что уничтожение Азербайджана – это цель существования их государства. Ну, представьте себе, такого аналога нет нигде в мире. И поэтому Иран на протяжении долгих лет выстраивает вокруг нас вот этот поезд, террористический поезд Хамас-Хизбалла, Хуситы, Хизбалла-Иракская, Хизбалла, потому что Хизбалла, она не просто прокси, Хизбалла еще и свои прокси имеет, да? Хизбалла-Иракская, Хизбалла-Сирийская, проиранские группировки в Ираке и Сирии, Хуситы. То есть, это все выстраивается такой террористический поезд для того, чтобы нанять, что они нанимают террористов и на палестинских территориях, для того, чтобы, ну, и Хамас, конечно, для того, чтобы нападать на Израиль. Может быть, даже они планировали одновременное нападение по всем фронтам. Но, возможно, Синвар сделал фальшстарт, да? То есть, эти все ситуации мы будем, конечно же, рассматривать и изучать. Но говорить сегодня о том, что там, типа, вот они объявят войну или Израиль объявит войну, ну, так эта война идет уже практически с 79-го года, с первого дня Исламской революции, когда Хумени антисемитизм поднял на свое знамя и провозгласил войну с Израилем, которую они даже Израилем не называют, это же сионистское образование. И вот эти взгляды, они распространяют, вот ядовитая пропаганда распространяется по всему Ближнему Востоку. То есть, ну, фактически, они объявили нам религиозную войну, а религиозная война обычно это вечное страдание, вечное кровопролитие, и вряд ли можно найти из этого какой-то выход. Ну, господин, при этом, при всем после ракетной атаки, которая произошла накануне ночью, Иран заявил, что было больше, чем 187 ракет, которые вы назвали, которые называли военные представительства Израиля. И также Иран заявлял, что они уничтожили военную базу, уничтожили газовые вышки, и даже несколько истребителей. Почему вот Иран занимается такой дезинформацией, на что она направлена? Понимаете, Израиль такая страна, где ничего скрыть невозможно. Ну, невозможно скрыть человеческие жертвы, невозможно скрыть потерю истребителей, невозможно скрыть попадание в газовые платформы, это нереально. Когда дали отбой, то пресс-служба ЦАЛ обратилась к израильтянам с просьбой не публиковать картинки с мест прилетов, потому что, ну, чтобы не корректировать огонь врага. Но это не помогло, и все уже давно в интернете. Я видел попадание в школу, которая была пустая, разумеется, уже занятий не было. Я видел попадание в ресторан, слава богу, тоже была тревога, и люди покинули ресторан, там тоже никого не было. И попадания действительно были единичные. Иран сказал, что 80% их ракет долетело, и это полное вранье. Я думаю, что даже не 20% долетело, и даже не 10% долетело. Но, конечно, здесь еще и, понимаете, дело случая, потому что эти ракеты, которые, как утверждает Иран, являются точными, на самом деле они точными не являются. Ну, если не предположить, что они действительно целились в школу, потому что попали они в школу. Газовые платформы не пострадали. Это первое, что нам сообщили, кстати. Газовые платформы не пострадали, военная база не пострадала. И, опять же, Израиль открытая страна, где скрыть ничего невозможно. Поэтому вот эти заявления... Да, Иран может там что-то скрывать, но в Израиле скрыть ничего невозможно. У нас, даже если военная цензура запрещает какую-то информацию, так эту информацию просто сливают какому-нибудь Wall Street Journal или какому-нибудь там Politico или Bloomberg, и все это выходит там, потому что, ну, израильская цензура не действует на американские издания. Ну, а потом мы себе спокойно это все опубликуем со ссылкой на тот же Bloomberg. Поэтому скрыть в Израиле ничего невозможно. И я думаю, что если бы какие-то попадания были, то мы наверняка бы уже об этом знали. Спасибо большое, господин Зильбер. Спасибо за подключение, за ваши ответы. На прямой связи со студией был главный редактор лучшего радио. Израиль Цви, Зильбер. До свидания. Тем временем в Соединенных Штатах с нетерпением ждут начала президентских выборов, которые запланированы на ноябрь. Претенденты на пост главы Белого дома Дональд Трамп и Камала Харрис проводят заключительные дни своих кампаний. Остались считанные недели до начала президентских выборов в США. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп не обращает внимания на короткие сроки и продолжает проводить предвыборную кампанию. На сей раз он провел встречу с избирателями в городе Уанак в штате Висконсин. Не делая новых заявлений относительно политических предложений, Трамп в этот раз поделился со сторонниками о своих намеченных планах, если победит на выборах 5 ноября. Если я выиграю, у нас снова будет мир во всем мире. Я это гарантирую. Но если Камала будет с вами еще 4 года, то мир взлетит на воздух. Это немыслимо. Все превратится в прах. Всего осталось 5 недель до самых важных выборов в истории нашей страны. Я часто это говорил еще в 2016 году. И я не ошибся. Мы действительно были великими. И в 2020 году. Хоть я и не говорил этого. У нас была великая страна. Кандидат на пост главы Белого дома от республиканской партии вновь повторил свои опасения по поводу будущего своей страны и назвал худшие варианты для США, если президентом станет демократка Камала Харрис. Трамп посоветовал американцам не ждать золотого века, потому что при Харрис Соединенные Штаты будут обречены на упадок и безысходность. Он предупредил, что демократы опустошат все финансы, которые есть, и сломают миграционную систему, заполнив страны нелегалами. Цель Харрис – принести смерть и отчаяние. Камала и Джо – творцы преступлений. Мы же борцы с преступностью. Мы вернем свет и надежду. И я снова сделаю Америку безопасной. Первый день работы моей администрации – закончится вторжение нелегалов и начнется депортация. Камала позволяет мигрантам убивать наших граждан. Харрис убивает людей их руками. При этом Харрис сама носит оружие. После митинга Дональд Трамп провел пресс-конференцию в городе Милаохи, где ответил на вопросы журналистов. Трамп обвинил Джо Байдена и вице-президента Камала Харрис в ухудшении стабильности и безопасности в мире. По его словам, демократы – спонсоры глобальных войн. Вместе с этим кандидат от республиканцев дал свою оценку напряженного конфликта между Израилем и странами Ближнего Востока. Это действительно было плохо. Иран и Израиль – это дети, дерущиеся на школьном дворе. Как бы ни обернулось их дело, они должны довести его до конца. Байден и Харрис позволили Ирану усилиться, когда я был президентом. Иран был под полным контролем. У них не было денег. Они мечтали договориться с нами. Камала отправила им кучу денег, и с тех пор Иран расшатывает обстановку в мире. Ведь они знают, что пока Харрис у власти, они могут побеждать Америку. Дональд Трамп предположил, что действующая власть США бездействует, и они приводят мир к губительным последствиям. В свою очередь, он назвал республиканскую партию и их проект достоянием будущего. Дональд Трамп также рад тому, что в его команде есть такие люди, как его напарник, кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс, которого он назвал настоящим воином. Нармина Хамбаваева, Эльвин Абдуллаев, Си-Би-Си. В Баку продолжает свою работу неделя климатической деятельности. Сегодня на повестке третьего дня международной конференции «Зеленая экономика». Ну а все подробности мы узнаем у моей коллеги Парри Дуньям Алиевой. Парри, здравствуй, доброе утро. Доброе утро, Руфат. Приветствую наших телезрителей из отеля «Ландмарк», где проходит третий день Бакинской климатической недели. Отмечу это мероприятие, приуроченное к предстоящему в Азербайджане международному климатическому саммиту КОП-29. В рамках пятидневной программы Бакинской климатической недели запланирован ряд международных конференций высокого уровня наряду с многосторонними местными и общественными мероприятиями. Также планируется проведение панельных сессий, на которых спикеры представят доклады на различные темы. И совсем скоро, согласно программе, начнется конференция. Гости и участники пока проходят регистрацию, как обычно, как и было в предыдущие дни, с 8.30, а в 9.30 по традиции начнется вступительная часть, на которой выступят лидеры высокого уровня ООН по климату на КОП-29 Нигяр Арпадараи, а также министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев. Отмечу, этот день проходит под эгидой «Зеленая экономика», решение проблемы перехода к профессиональным навыкам, финансам и справедливости. Ну а от себя добавлю, что сегодня все внимание мирового сообщества, занимающегося климатической природоохранной повесткой, приковано к Азербайджану. Это большой плюс для страны. Те ресурсы, которые вкладываются в организацию КОП-29 и инициативы Азербайджана по созданию финансовых институтов, которые будут дальше развивать климатические проекты, пойдут на пользу нашей стране. Ну что ж, Руфат, у меня пока на этом все. Тебе слово. Благодарю тебя, Пиаре Пиаре Дени Малиева рассказала о продолжающейся в Баку международной конференции. Но мы продолжаем наш выпуск. В настоящее время изменение климата влияет на 50% сельскохозяйственных земель в мире. Последствия этого сказываются на жизни каждого и требуют незамедлительных действий. Об этом и многом другом говорили участники недели действий по климату в Баку. Мир сталкивается со все более суровыми погодными условиями. Недавние жара и пожары унесли жизни 22 человек в Центральной и Восточной Европе. Сегодня 50% сельскохозяйственных угодий подвержены влиянию изменения климата. Эти и другие актуальные глобальные проблемы обсуждаются в Баку на неделе действий по климату. Здесь мы должны бороться с потерями на глобальном уровне и ускорять этот процесс. Использование воды и распределение ресурсов должны основываться на стратегическом подходе. Управление рисками следует осуществлять на уровне сообществ. Нам нужно инвестировать в устойчивое развитие. В рамках КОП-29 мы можем дополнительно уточнить эти решения. Нам нужна политическая воля. Изменение климата влияет на жизнь каждого и требует принятие срочных мер. С некоторыми неблагоприятными последствиями природных явлений столкнулся также Азербайджан. В частности, это растущая ограниченность водных ресурсов. «Сельское хозяйство также является одной из пострадавших отраслей. Эта область обеспечивает наше существование. Мы должны обеспечить здоровье почвы, если хотим построить общество, готовое к будущему. Возникает постоянная нехватка водных ресурсов. Управление ими очень важно. Некоторые трудности связаны с нехваткой воды. Повышение температуры при изменении климата влияет на динамику выпадения осадков. Мы используем около 12 миллионов кубометров воды каждый год и должны думать о том, как предотвратить нехватку воды». Бакинская неделя климатических действий проходит с 30 сентября по 4 октября. Она станет основой климатической повестки дня в преддверии КОП-29 в Баку в ноябре. На мероприятие съехались основные заинтересованные стороны из разных сфер – политики, финансов, торговли, инвестиций, науки, искусства, культуры, гражданского общества и СМИ. Египет столкнулся с резким сокращением доходов от Суэцкого канала, который является ключевым источником валютных поступлений для страны. Экономисты связывают это с эскалацией геополитической напряженности в регионе, особенно из-за хусидских атак на морские суда, что заставило многих грузопереводчиков избегать маршрута через канал. По данным египетских аналитиков, экономические потери государства за последние 8 месяцев достигли критического уровня. В частности, доходы Суэцкого канала, которые в 2022-2023 финансовом году достигали рекордных 9,5 миллиардов долларов, в следующем году могут сократиться на 25%. Однако наибольший удар пришелся на октябрь прошлого года, когда конфликт в Газии и расширение войны между израилемых избылой в Ливане привели к рекордному сокращению доходов на 60%. Похоже, что эти геополитические потрясения будут продолжаться и дальше, что усугубит наши потери. Ближневосточные рынки страдают от экономических последствий российско-украинской войны, затем Газы и теперь Ливана. Количество судов, проходящих через Суэцкий канал, резко сократилось, а значит сократился и объем товаров. Это создало дефицит финансирования проектов по расширению и развитию канала. Это также создает больше стимулов для судоходных компаний, которые стремятся использовать альтернативные пути, к примеру, через Северный полюс и мыс Доброй Надежды. Египет испытывает острую нехватку иностранной валюты, что дополнительно усугубляет экономический кризис в стране. Суэцкий канал традиционно играет ключевую роль в обеспечении стабильного притока валюты, и падение доходов от него нанесло сильный удар по национальной экономике. У нас не только валютный кризис, но и большие выплаты по долгам, привязанные к конкретным датам. Государство уже продает свои активы другим странам. Оно также избавляется от некоторых национальных проектов, чтобы сэкономить валюту. Падение доходов от Суэцкого канала усугубляет кризис, и это затронет миллионы людей. По мере разрастания конфликта египетские власти опасаются, что в будущем ситуация может только ухудшиться. Судоходные компании продолжают искать альтернативные маршруты, опасаясь за безопасность своих судов в зоне эскалации. Это может привести к еще большему спаду в использовании Суэцкого канала и усугублению финансовых проблем Египта. Китай и Европа должны рассматривать друг друга не только как соперники, но и как партнеры. Такой подход позволит обеим сторонам укрепить свои позиции на мировом рынке, внедряя инновации и развивая высокотехнологичное производство. Европа может многое выиграть от сотрудничества с Китаем в секторе электромобилей, поскольку обе стороны являются не только конкурентами, но и партнерами, считает экономист из Science Expo Юберт Эстар. Однако введение в ЕС повышенных таможенных тарифов на китайские электромобили, как предостерегает эксперт, может создать барьеры торговли и подорвать доверие, что нанесет ущерб обеим экономикам. Мы приветствуем инвестиции, и в целом в Европе нет враждебности по отношению к китайским брендам. На самом деле, такие страны, как Франция и Германия и даже Япония, отстали в гонке электрокаров. Китай менее чем за 10 лет добился огромных успехов в области технологий. Это не представляет собой недобросовестную конкуренцию, а показывает способности Китая быстро применять современные инновации. Европа была застигнута врасплох, но сейчас мы прилагаем усилия, чтобы сократить разрыв в этом секторе. Китайский сектор электромобилей в последние годы продемонстрировал быстрый технологический прогресс. Предприятия подниместные не только увеличили объёмы производства, но и значительно повысили качество своей продукции, что позволило им занять лидирующие позиции на мировом рынке. Тестар подчёркивает, что растущее присутствие китайских брендов в Европе связано не с нечестной конкуренцией, а со способностью китайских компаний быстро внедрять инновации и предлагать конкурентоспособные модели. Этот успех демонстрирует эффективность китайских технологий и подходов к разработке новых решений в области электромобилей. «В европейской автомобильной промышленности очевидно, что если мы не сможем успешно перейти на электрификацию, наша доля рынка на континенте сократится. Это очень важно для Европы. Мы уже осознали это и инвестировали значительные средства в данный сектор. Кроме того, Европа наладила серьёзное технологическое сотрудничество с Китаем. Таким образом, отношения между Европой и Китаем – это не только конкуренция, но и тесное сотрудничество». В настоящее время китайская электромобильная промышленность сталкивается с рядом односторонних торговых ограничений на ключевых экспортных рынках. В мае 2024 года Соединённые Штаты повысили тарифы на электромобили китайского производства с 25 до 100%. Вслед за этим Европейский Союз ввёл предварительные антисубсидиарные тарифы на китайские электрокары, которые составляют до 37,6%. Эти меры вызвали обеспокоенность как со стороны Китая, так и со стороны европейских производителей, которые опасаются негативных последствий для двусторонней торговли. Нармина Хамбабаева, CBC. Документальный фильм Азербайджанского международного телеканала CBC «Скрытый наследие Еревана» прошёл на конкурсы документальных фильмов в Лос-Анджелесе. IndieX Film Fest, в котором будет представлен фильм CBC, квалифицируется мировым рейтингом IMDb. IndieX – это международный фестиваль короткометажных фильмов, который проходит в Лос-Анджелесе с показами на красной дорожке и сессиями вопросов, а также ежегодным награждением в регал LA Live. Все представленные проекты оцениваются случайной группой приглашённых экспертов из академических кругов и киноиндустрии из Лос-Анджелеса по высоким стандартам качества. Среди своих предыдущих победителей IndieX отмечает обладателей премии «Оскар», номинантов на премию «Оскар», а также обладателей премии «Эмми». «Скрытый наследие Еревана» – это документальный фильм, в котором группа, оснащённая тщательной подготовкой историческими картами и фотографиями, отправляется в захватывающее путешествие, чтобы раскрыть скрытую историю и культурное наследие азербайджанского присутствия в Ереване. Фильм был спродюсированный и снят под руководством генерального директора СБС Мугара Халилова. Ну а это были все актуальные новости к этому часу. Оставайтесь в курсе событий вместе с СБС и СБС-ФМ. До скорых встреч!